В ходе инспекционной поездки в Гагарский район президент Аслам Жани посетил подстанцию БЗИП-220, которая является одной из трех крупнейших подстанций в республике. В настоящее время здесь проходит реконструкция подстанции в рамках инвестиционной программы на 2020-2022 годы. Предполагается увеличение мощности подстанции со 125 мегаватт на 250 мегаватт. Завершить капитальный ремонт подстанции планируется к концу 2022 года. Стоимость реконструкции подстанции 540 миллионов рублей. Из них на оборудовании предусмотрено 440 миллионов. Оставшаяся сумма предназначена на пусконаладочные и строительно-монтажные работы. Исполняющие обязанности генедиректора Чанаморэнерго Тенгиз Гирджинба и начальник УКС Тимур Агарбы рассказали президенту, на какой стадии ремонтные работы. В этом году устанавливаем ОПУ, у него монтируем устройство РЗА. РЗА устройства уже 50% лежат у нас на складах. Привезли до конца месяца, довезут остальную часть. То есть в конце ноября привезут ОПУ, то это фундамент уже готовим. И будем устанавливать, монтировать все полностью. А вы строительную работу ведете своими силами? Да, все своими силами. Ваше управление строительная, да, работа? Все работники управления Чанаморэнерго. Далее Аслам Жанни проинспектировал высоковольтную линию ПСО, где летом во время сильного урагана произошла серьезная авария. Здесь установили пять новых ополных столбов. Протяженность ВЭЛ ПСО больше 38 километров. Мощность 220 киловатт. Высоковольтная линия ПСО обеспечивает переток из России, когда ВЭЛ Ачглара выходит из строя. В этом вопросе финансирование было осуществлено тоже своевременно в рамках средств, предусмотренных в бюджете Республики Абхазия на 2021 год. Это то, что было инициировано в свое время депутатами парламента. Затем президент Аслам Жанни посетил подстанцию Гечрибш, мощность которой 16 мегаватт. Подстанцию планируют использовать для питания технопарка по добыче криптовалюты. Но прежде рядом необходимо построить еще одну подстанцию или увеличить мощности действующей. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган рассказала главе государства, что после его обращения к руководству России по данному вопросу в Абхазию приезжала группа специалистов Интеррау. Они изучили техническую возможность поставок электроэнергии в привязке к действующим схемам. Наиболее приемлемый вариант на сегодняшний день – это подстанция Гечрибш. Он рассматривается как первый этап. Значит, Черномор Энерго подготовила необходимые предложения о проведении небольшой реконструкции по увеличению мощности и размещении здесь. Второй этап – это то, о чем… Здесь, это в этом населенном пункте, где-то. Вот непосредственно, да, от этой подстанции. Технопарк где-то здесь. Да. Следующий этап… В привязках к данной подстанции. Следующий этап – это расширение, потому что здесь пропускная способность линии ограничена, и, соответственно, мощность – это та, о которой мы говорили, 50-70 мегаватт. Да. При увеличении мощности подстанции мы можем принять 50 мегаватт. Да. Соответственно, второй этап – это увеличение. Увеличение предусматривает то, о чем говорит руководитель Черноморода. Увеличение… Да, это второй этап. А линия 110, она как бы… Если здесь сделать 50 мегаватт, и дальнейшее увеличение будет смотреть. Саму линию надо ремонтировать. Да. Провод на сечении, провода надо поменять. Чтобы нагрузки были. Чтобы способности увеличить. Да. Сейчас сколько по этой линии максимум может быть? 50-60. Всего 50-60. То есть здесь будет технопарк. И в случае перетока для нужд населения технопарк работать не может? Нет. Поэтому речь идет о втором этапе подготовки соответствующей площадки с отдельной резервной линией и со своей подстанцией. Но это следующее. Президент Асламжания также посетил парк Принца Альденбургского в Гагре, в котором ремонтные работы осуществляются за счет инвестпрограммы. Начальник УКС Тимур Агрб рассказал, какие работы уже проведены и что планируется сделать. Президент спросил, почему два года назад работы в парке были приостановлены и не завершены вовремя. А что не было? Коммуникации. Здесь есть дренажная система, водоотводные каналы. Потом есть еще магистральный водовод, который из центрального... Все это заблокировано было, да? Этого не было предусмотрено, просто мы не могли в центральной части парка дорогу проложить. Была предусмотрена плитка, но под плиткой коммуникации не были предусмотрены. Мы все это остановили, заменили коммуникации, а потом уже только приступили к выкладке плитки. А проект кто делал тогда? Проект в 2017 или 2016 году я тогда еще, да. Аслам Жанни поручил вице-премьеру и министру экономики Кристине Озган исключить из реестра фирмы, которые ранее отвечали за этот объект, поскольку они не справились с работой и в дальнейшем не допускать их госпроектам. Фирмы, которые себя дискредитировали, должны быть исключены раз и навсегда из реестра тех, кто может на что-то претендовать. Как и подрядчики. Вот сейчас и подрядчики, и проектировщики. В городе недавно какая-то компания СНС или Сенс, что это за компания? Это же выкинутые деньги. Это надо учитывать и в реестр их вносить. В реестр нерукопожатных, пусть ищут себе контракты в других местах, участников, кого угодно, только не в государстве. Аслам Жанни проинспектировал и ход работ по прокладке водовроводной трубы по улице Адыга в Гагре. Работы здесь также осуществляются в рамках инвестпрограммы. У нас проблемы были протечки воды по улице. Жалобы от граждан давно поступали. Сейчас мы меняем от начала метров 900 у нас получается. Заменяем трубу на пропилен, на 200-ю трубу. Качеством трубы вы довольны? Довольны. Мы согласовываем с водоканалом местным. Ребята с места водоканала тоже присутствуют, чтобы наблюдали за нашей работой. Президент также проверил, как реализуется инвестпрограмма на 2020-2022 годы по водоснабжению и водоотведению в Гудауте. После завершения инспекционной поездки Аслам Жанни подвел ее итоги. Оценочное осуждение я буду высказывать чуть позже. Мне нужно было увидеть самому, как реализовываются отдельные проекты инвестпрограммы в Гагарском и Гудаутском районе, для того, чтобы иметь суждение. В пятницу у нас будет большое совещание. Там я скажу о том, как я это оцениваю. Часть объектов, которые мы сегодня посетили, они финансируются инвестпрограммой. Часть объектов финансируются из нашего бюджета. Если вы обратили внимание, мы еще были в густе реки Псоу. Там, где река Псоу впадает в Черное море. Это тоже нужно было мне увидеть, потому как идет процесс делимитации государственной границы. И по тому, как входит река в море, по серединной линии будут определяться границы нашего экономического шельфа. Там тоже есть вопросы, которые нам необходимо обсудить. И мне нужно было это все увидеть самому. То есть это не только инвестпрограмма, это наш бюджет. И плюс вопросы делимитации нашей государственной границы с Российской Федерацией. Такие инспекционные поездки будут с определенной периодичностью. Мы просим российскую сторону увеличить объемы финансирования. Для того, чтобы увеличить объемы финансирования, необходимо научиться реализовывать сжатые сроки и качественно те проекты, которые мы сегодня имеем. Тот объем финансирования. Поэтому я этот вопрос беру на свой личный контроль. Будет проводиться штаб, который будет контролировать ход реализации инвестпрограммы. Этот процесс, считайте, что сегодня запущен. Эта линия, которую мы сегодня с вами видели, она была повреждена в результате штормового ветра. Наши специалисты из Черноморэнерго его восстановили. Вы это сами видели. Вы видели подстанцию, где идет ремонт новостроительной работы, где идет увеличение трансформаторной мощности. И станция Гечривш, где предполагается положить технопарк в последующем. Надо было само это все увидеть, чтобы иметь реальное представление. Инспекционные поездки президента будут продолжены и в других районах республики. Алика Трапш, Алексей Агухаба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.